Всем привет, это Навальный. Сегодня в час дня мы планировали выпустить очередное наше расследование, а в 12 часов дня нашу дверь распилили, прислали таких замечательных молодых людей. Привет! Разворачиваемся к стене! Утреннюю летучку в фонде борьбы с коррупцией пришлось прервать. Ее участников вытолкали за дверь сотрудники правоохранительных органов в масках и касках с шевронами службы судебных приставов. Это четвертое с августа появление силовиков в офисе ФБК. Они, собственно, даже особо не звонили, не выждали никакой паузы, а когда им пошли открывать дверь, они ее уже пилили, поэтому даже не дали нам открыть ее. Все комментарии, которые мы получили, это к стене, уйди отсюда и силовые приемы. Предыдущие визиты следователей были связаны с обысками по уголовному делу об отмывании денег фондам. В этот раз изъятие техники проводили из-за отказа удалять фильм «Он вам не Димон», опубликованный в марте 2017 года. Обвиняемым по делу проходит директор ФБК Иван Жданов. Иск подавал упоминавшийся в расследовании миллиардер Алишер Усманов. В фонде считают регулярные обыски и другие следственные действия банальным грабежом и попыткой парализовать работу ФБК. Силовики, например, изымают в том числе технику YouTube-канала «Навальный лайф», едва ли необходимую для расследования. Дело против ФБК, похищения Руслана Шевединова, постоянные обыски – это просто такое непрекращающееся давление на ФБК. В том числе и вот это дело по неудалению фильма «Он вам не Димон», по которому сейчас проходит обыск. В студии «Навальный лайф» проходят точно такие же обыски, точно так же препятствуют вообще что-либо вынести. И то же самое, там будет наибольший ущерб, потому что там камеры, там такое высокотехнологичное оборудование для съемок. Основатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный по четвергам выходит в прямой эфир на YouTube. Он и его коллеги предположили, что следственные действия направлены в том числе на срыв включения. Позже политик высказал еще одну версию. Планировали сегодня выпустить расследование в 13 часов. И у нас, мы сейчас обсудили, есть подозрения большие, что все это выпиливание произошло в связи с того, чтобы это расследование не вышло. Видео на канале Навального появилось на 4 часа позже запланированного. В нем политик рассказал, что расследователи фонда обнаружили засекреченными данные о перемещениях самолетов, на которых, по версии Навального, за счет главы банка Андрея Костина путешествовала его возлюбленная, журналистка канала «Россия-1» Наиля Аскерзаде, и Светлана Медведева, жена премьер-министра Дмитрия Медведева. В обеих ситуациях в ФБК допустили коррупционную составляющую. Накануне предыдущее расследование впервые прокомментировал сам Костин. Он заявил, что работа Навального, цитата, «бросать грязь и на этом наживать свой капитал». Иван Воронин, Антон Олейников, Радио Свобода, Москва.